Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Сегодня я постараюсь пройти все стадии эволюции от букашки до человека и создать, казалось бы, такой нехитрый предмет повседневного быта, как бумага, своими руками. Тибу-тибу-тибу-тибу-тибу. Мы находимся в очень интересном здании, которое построено было еще в 14 веке. И на сегодняшний день здесь располагается единственная в Прибалтике мастерская, полностью функциональная для того, чтобы выполнять такую работу, как производство бумаги вручную. Доброе утро. Здравствуйте. Виталий. Нестор. Очень приятно. Сегодня я прикоснусь к прекрасному, к ручному труду. Да, это точно. Ручной труб здесь присутствует. У меня в руках такой получается как будто снежок, но на самом деле это я сделал шарик из пульпы, которую, в свою очередь, очень интересно можно изготовить. Этот процесс тоже, я так понимаю, завораживает. Да, у нас есть такая специальная машина, голландский битер, благодаря которому эти вещи можно изготовить. То есть дома, в принципе, можно тоже какие-то вещи делать, например, делать там миксерами, какую-то бумагу расталчивают, да, или режут каким-то образом. Но вот этот битер, он помогает изготавливать из хороших материалов очень квалитетную бумагу. Специальный агрегат для расщепления и смешивания различных материалов превращает их в пульпу. В итоге бумага может состоять из хлопка, льна, картона и даже старой одежды и постельного белья. Две тысячи лет назад в Китае это делали, естественно, вручную. Этот процесс был долгий и весьма трудоемкий. И вот, наконец-то, меня допустили до очень ответственной, как мне кажется, работы перемешать вот эту пульпу, которая находится в емкости с семенами мака, тимьяна и чего-то еще. По виду это напоминает, я даже не знаю, что-то между рисовой и геркулесовой кашей с вкраплениями маковых семян. Я знаю, что хлеб очень любит руки. И, оказывается, бумага тоже любит руки. Когда я был маленьким, то тесто в семье для пирожков замешивал именно я. Бабушка говорила, ой, какие у тебя сильные руки, я-то уже не могу так замесить тесто. Ну и вот... Возрастом я все лучше и лучше это делал. Так, теперь эту массу нужно соединить с тем, что находится в этой ванне. То есть мы добавляем прямо сюда этот замес. Тепленькая вода, это приятно. Нужно хорошенько размешать. С виду это напоминает клей для обоев. Процесс изготовления бумаги вручную многоступенчатый, но несложный. Однородную массу пульпы и воды необходимо формовать при помощи специальной рамки. Рамки могут быть разделены на разные форматы. Приноровиться к этой процедуре у меня получилось довольно быстро. Для того, чтобы следующий слой бумаги отлить, на этот слой бумаги мы кладем такой специальный металлический лист. И после того, как мы его кладем, бумага после пресса прилипает сразу на лист, и мы можем ее сразу сушить. Нестор, вы использовали слово «отлить». То есть бумагу отливают. Это стандартное выражение. Сленг рабочий. Бумажный сленг. Не сленг, это бумагу отливают. Получается, что есть сталевары, которые льют сталь, а мы бумага варим, потому что мы отливаем бумагу. Понятно. И для того, чтобы следующий слой, тогда надо просто новый ворот положить. Вот мы можем спокойно. Следующий процесс, который должен произойти с бумагой, это такой двусторонний, можно сказать, процесс. С одной стороны нужно отжать воду лишнюю, а с другой стороны сделать так, чтобы волокна в ткани, они переплелись еще лучше между собой, и для этого нам нужно будет воспользоваться вот таким гидравлическим прессом с ручным приводом. Это, видите, опять же, вручную изготовленная деревянная рукоять, с помощью которой я сейчас накачаю давление. Вот здесь все будет хорошо видно. И таким образом процесс отжимания жидкости уже идет. Ну, а теперь освободим бумагу от гнета. Все, вуаля. После того, как лишняя жидкость отжата, убираем войлочную прослойку и складываем металлические листы с бумажными полуфабрикатами в стопку. А дальше они отправятся в сушильную комнату на средневековом лифте. Друзья, как вы думаете, что находится в этой банке? Здесь что-то немножечко сиреневенькое, что-то синенькое. Помните, когда-то в Эстонии у нас была национальная валюта кроны? Так вот, это и есть те самые кроны, которые переработали в мелкую труху. В данном случае у меня здесь купюры по 100 крон. Ну, трудно понять, что это купюры. Впрочем, если у вас много свободного времени, пинцет и клей, вы можете заняться восстановлением этих самых купюр. А так, в общем-то, они добавляются в бумагу, и бумага становится еще красивее. Так вот, на что идут наши денежки. Шесть дней спустя бумага высохнет и будет готова к своему главному предназначению. С помощью ручного печатного станка можно изготавливать визитные карточки, календарики, пригласительные или, как в данном случае, рождественские открытки. К этому процессу, опять-таки, я очень быстро приноровился. Главное, не спешить, и тогда все непременно получится. Ну вот, друзья, оказывается, своими руками можно делать вот такие замечательные открытки с маком, с сольном и другими материалами. Это потрясающий опыт. Но можно не только печатать, можно еще и использовать каллиграфию. Ну а теперь, друзья, мы с вами переместились в скрипториум. И именно здесь можно на бумаге не вставить печати, а здесь можно писать. И таким образом становится понятно, что одна бумага для того, чтобы на ней можно было печатать, а другая как раз-таки для каллиграфического почерка. Кстати, мы находимся с вами здесь в классе, где проходят уроки по каллиграфии. Любой желающий может прийти сюда и научиться красивому письму. Ну а также, если у вас планируется какое-нибудь торжественное событие, то вы можете заказать визитки, пригласительные, открытки и так далее, и тому подобное. Все эти возможности здесь есть. Ну а это специалист по каллиграфии, Татьяна Яковлева. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, Татьяна, ну, мне уже сказали, что у вас золотые руки. Очень приятно. Что будем мы с вами делать? Ну, давайте подпишем что-нибудь на нашей бумаге замечательной. Давайте. Ну, есть какие-нибудь пожелания, что мы напишем? Да, можно написать название рубрики своими руками. Отлично. Пишем. Так, проба пера. Субтитры создавал DimaTorzok Это просто потрясающе. Друзья, как сказал когда-то Максим Горький, наконечный результат в работе не всегда влияет материал, но всегда мастер. Я просто в восторге от того, что сегодня у меня был потрясающий опыт сделать вначале бумагу своими руками, ну, а потом с моими глазами посмотреть на то, как опытный мастер пишет вот таким потрясающим почерком на этой самой бумаге. Увидимся в следующей передаче.